Последние приготовления к 9 мая обсудили сегодня в Доме правительства. Как в Чувашии будут честовать ветеранов, подробности в следующем материале. До Дня Победы остается меньше недели. За это время необходимо снять все проблемные вопросы. Одна из задач для властей и муниципалитетов – благоустройство мемориальных комплексов. В республике насчитывается свыше 1300 памятников и обелисков. Каждым годом мы начали восстанавливать, где-то средства с бюджета выделяем, где не хватает. Помогают нам жители самих населенных пунктов или жители городских округов совместно с предпринимателями. Уважаемая глава администрации районов и городов, и вам тоже става благодарность за то, что наводите порядок, чистите, наводите красоту, для того, чтобы настроение у жителей любого муниципального образования было тоже на высоком уровне. В столице республики активно готовятся к параду победы. Торжественным маршем по Красной площади пройдет сводный полк Чебоксарского гарнизона и военная техника. На ближайшие дни, вплоть до 7 мая, намечены репетиции. Все вооружение артиллерийское, зенитное, стрелковое, передислоцировано, собрано и подготовлено уже в парадном виде для показа и демонстрации. Уже шестой год подряд по центральным улицам города пройдет бессмертный полк. Эта акция становится все более масштабной. В единую колонну с портретами своих отцов, дедов и прадедов встает каждый 20-й Чебоксарец. В принципе, все готово, со всеми все согласовано, маршрут согласован, время тоже есть, но я думаю, что все будет нормально в рабочем процессе. На праздничные даты в республике запланированы сотни мероприятий. 8 мая горожан приглашают на Красную площадь исполнить песни Победы, а воспитанников детских садов на парад дошкалят. 7-8 мая пройдет акция «Единый урок Победы» вместе с волонтерами, ветеранами Великой Отечественной войны. В целом студенты обойдут практически все классы наших школ. 7 мая в 18 часов на площади республики тысячу молодых людей проведут флэшмоб. Выстроился в слово «мы помним». Глава региона отметил, что ветераны не должны быть обделены вниманием. Каждый год в республике инвалидам и участникам Великой Отечественной войны помогают улучшать жилищные условия. Исходя из потребностей оказывается различная помощь, как в ремонте домов, квартир. Проводятся различные мероприятия, беседы, дополнительно даются консультации. А с 3 по 12 мая ветеранам предоставят право бесплатного проезда по республике. В республике с 3 по 12 мая предоставляется право бесплатного проезда на железнодорожном и автомобильном транспорте участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также сопровождающим их лицам. Количество поездок не ограничено. Единственное, необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также удостоверение участника или инвалида Великой Отечественной войны. Михаил Игнатьев поручил Минтранцу постоянно контролировать, как перевозчики исполняют свои обязательства перед ветеранами. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика. Редактор субтитров А.Семкин